Владимир Короткевич открыл всему миру легенды и тайны белорусской истории, певучую красоту родных земель. 26 ноября бессмертному классику исполняется 85 лет. Мы постараемся прикоснуться к творчеству мастера, напомнить вам самые яркие моменты его биографии. И сегодня поговорим о сокровенном, о любви. Вдохновенный романтик, горячий спорщик, надежный друг и обаятельный мужчина. Владимир Короткевич женился довольно поздно, в 41 год. И выбор спутницы оказался очень удачным. Валентина Брониславовна стала для него возлюбленной другом, наперстницей, нянькой и мамой. Он так тосковал после ее преждевременной смерти, что прожил без нее буквально полтора года. Их знакомство началось с Курьеза. В Бресте на читательской конференции по роману «Колосы под терпом твоим» Валентина привела туда своих студентов. Они разговорились, и женщина сказала своему новому знакомому, что, ну, раз вы писатель, почему бы вам взять, да и не написать детектив? Вот, например, такой, как «Дикое полевание короля Астаха». Короткевич рассмеялся, да, и сказал, да это же я написал. Представляете, как смутилась женщина? Надо сказать, что до этой встречи в жизни писателя было немало и горьких мгновений, которые доставляла ему любовь. Душевные мучения, перипетии и взаимоотношения нашли свое отражение в романе «Не льхо забыть». Там и любимая Оленка, которая, как и реальная возлюбленная, погибла в автокатастрофе, и коварная Ирина, преподаватель литературных курсов, и, конечно же, ревнивая Мария, прототипом главной героини романа, как утверждают исследователи, стала литературовед, писатель Нина Молева, которая в 60-х годах преподавала на литературных курсах в Москве. Короткевич был безумно в нее влюблен, и об этой любви Красноречева говорит их переписка, которую сама Молева передала в архив. Но вот что интересно, сегодня дама сердца писателя, которая жива и плодотворно трудится до сих пор, считает влюбленность Короткевича журналистской выдумкой. Ну что ж, писателю всегда нужна была муза, чтобы создавать такие стихи, стихи о неразделенной любви, шедевры. Знов блукаю по улицах синих, Сердце кудысь цимя не завяло, Шильда над в окнами, клуб адрынутых, З в окна на снех скупое святло. Ночу у таемные гэтые сховы, Сблытаной сети завулков глухих, Часто приходить людвих, Петховин, Здраджаны дбанем кабец зямных. Лермонтов тут и таго не кахали. Кто ж тады гварты гэтага больш? Лишь восьон сядить для камина в зале И вспоминая свой перший боль. Ей не каханье, Сердце свободное, Верши алмазные спад пера, Все променяла я на назлодия, Славного тым, что каштал на стекрау. И не рука, что мцыры створыла, А пятерня, что рубины взяла, Пестила руки одзины и милой, Долгие косы я е распляла. Грукают дверы, И гости новые, Идуть упокой просхолодный туман, Данте, Петрарка, Катул, Богданович, Стольких гостей, что и лику нема. Просто дозорок холодных упарта, С комнатам выбивается дым. Сумные тени, Джульетты, Гвичардзи, Лоты и лезьбии рэют над им. Искры лятуть и лятуть от святання, Темру и снег, как живые чмяли, Тые, что варты стакрот кахання, Тые не мают яго на земли. Потом, как пойдуть у землю сырую, Сотни пригожих девчат и дам, Статуям ихнем руки целуют, Быть сам легче от того костям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok